Сейчас. Просто, друзья, извиняюсь. О, помнился, да? Вот сейчас. Так, на юный джакузи в Дубай. О, видите, трон тоже нас слушает, наконец-то, про джакузи. Сгоняя сказка. Так, отлично. Потише. Ну, потише, друзья, я давайте лучше подальше. Это потише говорить не смогу, потому что не регулируется. Так, так, так. Скрипит. Сейчас еще попробуем. Чувствительность микрофона. Вот так лучше? Так лучше? О, отлично. Ну, все, друзья, давайте. Сегодня Алексей ведет основную часть, он и вводную, и дальше будет вести. Я буквально коротко, друзья, скажу несколько слов о тому... Так, ну... Непонятно прерывается. Ну, давайте там... Тут, к сожалению, из мобильного интернета, из мобильного телефона. Вот, поэтому давайте... Алексей пишет, что все хорошо, значит, запись по-любому будет. Вот, друзья, по... У нас активно начался этот год, работаем. То есть, Алексей, хоть был на отдыхе, но, как всегда, работал с партнерами в Азии. Я был в Словакии, в Австрии, в Вене. Готовится сейчас очень большая презентация для нового президента Австрии. Он как раз сегодня из Азии, из партии зеленых. И поэтому очень активно поддерживает идею убрать автомобили, именно бензиновые автомобили с улиц города. Соответственно, в Словакии мы отрабатывали уже конкретные адресные проекты. Прямо проехали вживую там, где намечаются уже первые трассы проектировать в этом году. Соответственно, провели там 14-15-го очень большую такую европейскую конференцию. Репортажи и записи вы, наверное, видели. У нас было там, как Алексей сказал, на единицу площади очень плотное большое количество экспертов. У нас из нашего Skyway Capital два топа эксперта. Это один уникальный просто парень, Стефан, с которого началось вот это развитие европейской. Первый структуры, второй выполнил топ-эксперт, это Юрий Снески. Это очень серьезный бизнесмен в Словакии, в Банско-Быстреце, у него крупнейший гостиничный комплекс, сеть гостиниц. Он очень такой серьезный, уже не один десяток лет бизнесмен. И когда он продвигает и именно всех заводит в проект Skyway, это, конечно, выглядит очень уважительно. У него все сотрудники его гостиницы, все партнеры, все друзья, все они у него в Skyway. Вот мы провели десятки встреч за вот эти две недели новогодних праздников. Десятки презентаций именно среди крупных бизнесменов в Словакии. И все видят, с каким энтузиазмом Юрий, который стал сегодня нашим, только экспертам проводит, скажем так, агитацию и проводит разъяснение по поводу проекта Skyway, конечно, относятся к этому с уважением и входят очень серьезными такими инвестициями. Я могу сказать, что у нас сейчас Словакия развивается самым активным таким образом. Также у нас на конференции были очень серьезные наши партнеры с Чехией. И вот буквально с Алексеем мы в конце февраля, 28 февраля, будем участвовать и проводить презентацию на государственной инновационной выставке «Транспорт-2017». Это аналог, как был в России, только в Чехии. И на нашем стенде обязательно будет премьер-министр Чехии, министр транспорта, министр экономики. Соответственно, мы будем делать презентацию и четыре дня будем работать в Чехии, в Праге. А 4 марта будем проводить большую конференцию уже непосредственно по Skyway. Поэтому такая наша европейская работа сейчас активно развивается. И она дает, друзья, больше и больше результатов. И вот на конференции... Так, одну секундочку, извиняюсь. Так, извиняюсь, просто мобильный телефон, когда идет звонок, срывается. На конференции в Чехии, друзья, у нас были уже наши партнеры с Италии. Вот Алексей, наверное, буквально через неделю летит уже проводить такую предварительную конференцию и подготовку, серьезно работая во Франции, в Париже. Вот, то есть, это, друзья, все активно-активно развивается. И это результат, как мы уже не раз говорили, того, что демонстрация уже и ту доказательную базу, которую мы создали, она убедительная. И это уже позволяет людям сегодня доносить информацию, показывать, как это развивается. И, соответственно, уже привлекать все новых и новых партнеров, что сегодня как раз активнейшим образом, друзья, и происходит. Потом оттуда мы с Владимиром Масловым через Польшу, у нас была встреча в Польше, потом мы приехали через Литву в Латвию в Ригу, сегодня мы в Риге. Вчера провели здесь очень хорошую такую конференцию именно для партнеров Риги. И тоже очень, друзья, приятно можно отметить, что это решение было принято о проведении конференции, буквально такой встречи, менее чем за неделю, то есть за пять дней. И очень быстро собралось там более 120 человек, активных партнеров из Литвы, Латвии, Эстонии. Поэтому тоже активнейшая работа идется, это показывает, что интерес к тому, что делается, очень большой. И, соответственно, развитие такой партнерской сети, партнерской структуры сейчас идет самым активным образом. И как результат, конечно, друзья, все ждут сейчас, мы уже будем самым сейчас таким уже активным образом готовить наш эко-фестиваль, который будет в начале июня в Марьиной Горке. То есть тут сразу отвечаю нашему вот этому троллю, который то в толчке ездит, то сейчас уже хорошо в джакузи пересел. Вот это моя любимая тема, потому что я люблю в своем юнибайке, юнибусе, чтобы обязательно была джакузи. Вот, соответственно, сейчас, секундочку. Так, слышно хорошо, да? Петр, это самое, слышно, да? Ага, отлично. Вот, давайте, мы сейчас все будем больше показывать. Вот почему срок несколько сдвинулся с апреля, как мы намечали, чтобы объединить его с днем рождения, ну, как уже пытались сделать традицию генерального конструктора, инженера Юницкого. Но сам Юницкий сказал, что для того, чтобы это сделать более полным и более четкой презентацию, которую сейчас надо, во-первых, чтобы было тепло, потому что некоторые работы сегодня возможно выполнять только по теплой погоде. Поэтому они начнутся несколько позже, не в январе, в феврале, когда мороз, а несколько, когда уже пойдет пульсовая температура. Потому что это, друзья, первая испытательная работа, и они просто вынуждены идти в таких условиях. Со временем, конечно, мы тоже с Алексеем обещали, что когда начнутся испытания, а это, скорее всего, конец этого года, начало следующего года уже в вечной мерзлоте и при низких температурах, все это будет возможно. Но это, друзья, постепенное развитие в следующий момент. Поэтому в июне будет максимально, к началу июня, готова будет демонстрация, будет готова легкая трасса 200-400-200. Вот это на сегодня наиболее изюминка такая, которая просто инженерный мир разрывает их мозги, которые не могут понять, каким образом пролеты в 400 метров идут без удорожания путевой структуры, по которой может перемещаться. На сегодняшний момент Юнибай, как только будет дано напряжение и усилена путевая структура, по ней может перемещаться и уже 14-й местный Юнибус. Сегодня уже практически половина готова разгонного километра и путевой структуры для скоростного, как навесного, и городского, и грузового, подвесного. Также в июне мы с вами увидим, друзья, уже несколько исполнений Юнибусов, то есть и в виде городского лифта, это стоячий 14-й местный, и уже 6-й и 12-й местный, это уже аналог микроавтобусов, и Юникары, которые, поэтому это все закладывается, делается и максимально будет продемонстрировано в июне. Это, друзья, опять же, задает вопрос, когда будет продемонстрировано все, то есть когда будет все построено. Здесь можно сказать, что, друзья, никогда, это никогда не то, что никогда не будет построено, а никогда не будет закончено. Постоянно будут появляться новые элементы, постоянно будут новые решения, постоянно новый подвижной состав, линейка расширяться, линейка в себя будет включать десятки, сотни вариантов подвижного состава. И этот процесс будет идти постоянно. Так вот, для того, чтобы максимально сделать, ну, такой и эффект, и максимально комфортное проведение, мы приняли решение, вот это Анатолий Дуарович обозначил, вот мы сначала рассматривали апрель, потом начало мая, вот, но для того, чтобы все-таки это сделать с максимальным эффектом, это будет первое, там, ну, где-то десятки числа июня, вот, соответственно, мы много будем рассказывать и показывать условий, которые мы введем в ряд, ну, скажем так, преференций, которые можно будет получить, участвуя в этом экофестивале. Естественно, что мы зовем туда только партнеров, то есть там будут партнеры, которые участвуют уже в проекте, и мы рассчитываем, что это будет, ну, не то, что рассчитываем, а по предварительным сегодня оценкам, это будет участие где-то двух, трех, а может быть даже более тысяч наших партнеров, более чем из 30 стран. Это то, что мы сегодня видим. По количеству стран Алексей уже обозначил, тоже тут вот прям на этих, на этой неделе родилась такая интересная аналогия, что у нас на прошлом вебинаре я обозначил 123 страны, это то, что мы обсуждали с Евгением Кудряшовым, потом мы уточнили, было 143, и сейчас вот Алексей уже сказал 146, или даже 148 стран, это где зарегистрированы хотя бы по одному инвестору. То есть я на прошлом вебинаре, помните, мы обсуждали вопрос, сколько нам осталось для того, чтобы догнать ООН, а там зарегистрированы 193 страны, а вообще сегодня статус страны имеет 214 стран, то есть их больше, чем в ООН. И что-то мне, друзья, подсказывает, как любит говорить Алексей, что у нас в Skyway будет зарегистрировано стран больше, чем в ООН, потому что Skyway нужен всем, это сегодня покажется, эта проблема сегодня стоит в любом уголке земного шара, и то, что сегодня делается, и Skyway декларируется, и все больше и больше уже от декларации переходит к демонстрации, то, соответственно, эти возможности сегодня просто поражают. И вот тоже очень такой интересный акцент, на котором я сейчас для себя сделал очень интересный такой вывод, и он родился сам собой сначала на выставке в Москве, когда к нам подошли специалисты из компании, которая финансируется с Колково по созданию ветротурбин, ветрогенераторов. И мы, исходя из их возможностей, из их разработок, прикинули, какую мощность может генерировать трасса Skyway. Для меня было просто интересно, энергии этой хватит для того, чтобы перемещать по ней пассажиров и грузов, или надо будет дополнительно. И мы посчитали, прямо там на выставке, и пришли к выводу, что очень недорогие турбины могут перекрыть всю потребность сегодня и городской, и между городской, и грузовой. Любой трассы может сама генерировать энергию, достаточную для своего потребления, и даже с неким избытком. Я сразу вспомнил, что когда еще в первую встречу мы общались с Юницким, это в 2000 году, когда он мне первый раз презентовал Skyway, то он произнес такую фразу, что трасса Skyway фактически является собой парусом, который может всю энергию перемещаемых масс переводить в электрическую энергию, и этой энергии будет достаточно, или покрывать основную часть, необходимую для перемещения товаров и грузов. Вот, я естественно, друзья, с какой-то стороны, ну скажем так, об этом забыл, но когда мы наложили и оказалось, что основная цена турбины сегодня для тех, кто разрабатывает, это охрана этой турбины и столб, на который она стоит, то получается, что инфраструктура Skyway, она готовая для того, чтобы на каждой опоре ставить от одного до десяти ветрогенераторов. Одновременно они могут генерить любое количество энергии, а с учетом аккумуляторов, ее можно сразу, соответственно, аккумулировать, собирать и использовать для уже движения. Так вот, когда мы потом на следующий день стали пересчитывать, и Анатолий Дуарович, естественно, в уме считает быстрее, чем я достаю калькулятор, вот, то он пересчитал, и у него вообще вышли показатели, что, в принципе, трасса Skyway, транснет может генерить энергии, необходимые для своего потребления только 20%, а 4,5 он может отдавать потребителю, то есть уже непосредственно вовне. То это, конечно, радикально меняет подход к энергии, вообще не то, что сбережению, а к экологичности, потому что речь идет только об экологичном, соответственно, возобновляемых источниках энергии. Если, друзья, еще год назад мы не могли себе позволить, что трасса не потребляет электроэнергию, вообще сказать, и мы начали об этом декларировать только после того, как Илон Маск поставил задачу все домохозяйства через 10 лет отрезать от проводов, чтобы они самостоятельно генерили электроэнергию, и он сделал заявление, что это возможно, то есть с помощью программы, которую он запускает, Powerwall, это, соответственно, энергия на стене, и он запускает завод, производство 100 миллионов комплектов, которые могут ставиться в домохозяйство, и, соответственно, делать его независимым по энергетике. Так вот, после этого мы сразу же добавили, что мы делаем транспортную систему, которая может перемещать товары, грузы, энергетику и информацию, также не потребляя извне углеводородное и вообще никакое сырье. То есть вы помните эти наши заявления, это где-то с полгода назад, а сегодня мы подошли к тому, и мир готов воспринять, и мы не уже выглядим как враги Газпрома и враги России, а то, когда заявляем о том, что транспорт будущего, который мы сегодня создаем и делаем, не сразу, это, друзья, поэтапный процесс, он не будет спотреблять вообще невозобновляемых углеводородных источников. Более того, он будет сам генерить электроэнергию с помощью тех устройств, которые будут частью инфраструктуры Skyway. И здесь, друзья, родилась такая очень интересная мысль, когда мне задают вопросы, вы все с этим сталкиваетесь, когда задают вопрос, а чем ваша трасса отличается от других. Ну и тем более задают еще вопрос, а сколько стоит километр. Вот я тоже с одним бизнесменом говорил, а сколько стоит километр. Я ему отвечаю, подожди, ты имеешь в виду километр чего? Трассы, которые перевозят миллион пассажиров в сутки, трассы, которые дают совсем другие скорости и комфорт, трассы, которые не потребляют вообще никакого углеводородного сырья и трасса, которая вырабатывает электроэнергию, 20% которой надо для движения, а 80% выдается в сеть. Что конкретно ты имеешь в виду километр трассы? И понимаете, сам ответ на этот вопрос уже становится глупым. И, соответственно, чем вы отличаетесь? Ну, люди обычно задают или на магнитном подвесе, кто знает, или монорельс, что обычно произносится, или сейчас вот Илона Маска, чем вы отличаетесь? Так вот, друзья, мы радикально отличаемся тем, что это система, которая абсолютно замкнута по энергетике, по производству и по перевозке, и, соответственно, необходимости энергии. Такой системы больше сегодня создать ни на каких других принципах невозможно. И, соответственно, все это будет продемонстрировано в экотехнопарке. Вот, соответственно, все эти элементы будут создаваться и делаться. Все они будут изготавливаться на своем производстве, которое у нас находится под Минским. Поэтому активно это все развивается и делается. Значит, соответственно, еще тоже, друзья, анонсируют такую, тоже большую работу, которую сейчас команда делает во главе уже с Юницким, как научным руководителем. Мы делаем сейчас такую большую научную статью в журнал экспертиза транспорт будущего. Транспортный экспертиз 21 век. Соответственно, и там мы делаем большую на 8, на 4 разворотных листа научную статью, где показывается концепт струнных технологий Юницкого, показывается, что такое бренд Skyway, показываются проекты, которые есть, и перспективы, которые это дает для России, которая может за 15 лет увеличить ВВП в 10 раз. Соответственно, комплексное освоение территории, новая энергетика. И вот мы все там показываем. И я вот этому товарищу Столчка, просто он объясняет, когда он Hyperloop начал упоминать и про концепт. Значит, друзья, скорость, которая сегодня декларируется, 500 км в час в открытом пространстве и с аэродинамикой 0,04, вот это обычный подвижной состав, который будет потреблять 100 грамм на 100 километров на пассажира в топливном эквиваленте. Но сейчас мы всегда, друзья, будем добавлять. Да, Татьяна, я не отвечаю сейчас троллям, вы не поймите. Я просто сейчас показываю логику, как это делается, чтобы не выхватывали, и чтобы вы сами это понимали. То есть не для тролля, а для всех остальных. Просто вопрос есть. Поэтому это не ответ троллям. Так вот, мы всегда будем про энергетику. Теперь добавлять еще одно слово, что эта энергия в топливном эквиваленте, она будет вырабатываться самой системой Skyway. То есть не из внешних источников, а самой системой Skyway. Это может быть разная генерация, которая сегодня возможна, в том числе и с использованием циклов карно, то есть двигателей или теплоэлектростанций, но они будут, соответственно, компилированы в систему Skyway, и они будут совсем с другим коэффициентом полезного действия, совсем с другой эффективностью. Так вот, друзья, на сегодняшний момент в Эко-технопарке показывается структура скоростного разгонного километра. Вы видели эстакада, она монтируется. Она будет представлять собой ферму, сверху которой будет идти скоростной юнибус со скоростями до 500 км в час, а снизу будет подвешиваться городской низкоскоростной, то есть это 150 км в час. Там будет также перемещаться юнибайк, то есть это индивидуальная электромашина, которая представляет собой UniteMobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство, которое будет целый новый концепт, связанный с уже, ну если говорить научным сегодня языком, то это концепция мобильности 5.0, я сейчас объясню, что это такое. Соответственно, по этой же путевой структуре подвесной могут перевещаться контейнеры, то есть то, что будет перевозить уже товары и грузы, и Unitrack, то, что может перевозить еще и сыпучие грузы в объемах до 50 миллионов тонн. Это все, друзья, уже сегодня монтируется, а подвижной состав уже изготавливается, и по мере готовности это будет готово. Также сегодня у нас, я прям как в Экотехнопарке, это я показываю, это с правой стороны, если стоять спиной к станции, с левой стороны у нас легкая трасса для Юнибайка, Юнибуса, это городской цикл, и соответственно, который в одну сторону идет расстоянием 800 метров, возвращается тремя пролетами 200-400-200, это уникальное решение сегодня в области техники. И там будет подвесная система Юнибайка и Юнибуса. Юнибус будет исполнен в разных, соответственно, вариантах, это сегодня уже продемонстрированный в Берлине городской лифт, то есть 14-местный в стоячем варианте. Сейчас в изготовлении идет уже там 6-12 местный, по мере того, как они будут готовы, они будут уже показаны и как в виде поездов с цепки, и как в виде других вариантов, но это, друзья, по мере того, как уже будет именно со стороны заказчиков и со стороны потребителей необходимость демонстрации. Также, друзья, очень важно понимать, что даже эта легкая трасса, которая сегодня уже находится на стадии испытаний, она может работать как грузовая система, то есть если вместо Юнибайка будет висеть контейнер, допустим, для перевозки воды, и она будет вести тонну воды, то эта трасса может уже перевозить до 30 миллионов кубов воды в год. Чтобы было понятно, почему мы уделяем это большое значение, потому что первые адресные проекты будут именно по транспортировке литиевой воды для изготовления литиевых аккумуляторов, потому что вся индустрия электромобилей и Юнибусов, и Юнибайков, которые сейчас готовятся, она потребует огромного количества нового лития. Литий сегодня не разрабатывается, его основные залежи находятся в Боливии за полторы тысячи километров джунгли, в Чили это на высоте 4 тысячи метров, и вот недавно мы начали обсуждать адресный проект, это в Афганистане, также в Высокогорных озерах, там тоже огромное количество, это самые крупные запасы лития на земле. Соответственно, уже наша легкая трасса, которая будет работать уже и как пассажирская для перевозки, и как грузовая для перевозки воды, она уже может стать очень высокодоходным, эффективным адресным проектом. И четвертая трасса, которая сегодня монтируется в Экотехнопарке, это уже грузовая трасса для сыпучих контейнерных грузов, уже на огромные объемы перевозки, это до 200 миллионов тонн сыпучих грузов, это угля и руды в основном для индустрии производства именно металла, это то, что сегодня уже в два раза превосходит по пропускной способности Транссиб. И все эти элементы, друзья, одновременно монтируются, одновременно проектируются, одновременно делаются, и все это сегодня и представляет собой Экотехнопарк. А также Экотехнопарк показывает еще огромное количество технологий, это и сегодня идет изготовление нового строительства, индивидуального строительства, и наш уже выставочный комплекс построен по инновационным технологиям. И сейчас проектируются уже новые варианты персональных усадьб, которые мы тоже, я уверен, наверное, в этом году Юницкий уже покажет именно вариант персональной усадьбы, который сделан по абсолютно всем новым инновационным технологиям, которые используются Skyway. Это и производство гумуса, это новое направление в сельском хозяйстве. Это и сейчас, как мы показали уже, элементы новой энергетики использования, и солнечной, и ветровой, и еще ряд элементов, которые сегодня дает альтернативная энергетика. И что самое главное, друзья, на чем я хотел закончить, чтобы вы понимали, что эстакада, которая сегодня монтируется и делается, она же также и закладывается, что это будет основа для уже сверхскорости, то есть внутри будет находиться фарватная труба, которая будет давать. Но это, друзья, следующий элемент. Это как с интернетом. Сначала надо выйти на интернет, всеобщий интернет, а потом уже речь пошла о скоростном и сверхскоростном интернете. Точно так же, друзья, сегодня нет задачи выйти на скорости 1200 км в час, потому что основные проблемы у человечества сегодня, это экология, это безопасность, это полтора миллиона погибших на Земле, и это пробки, которые сегодня заткнули все города, и завтра жизнь в городах превратится просто в ад. Она сегодня уже просто невыносима, когда по 3-5 часов в день проводишь в пробках в машине, дышишь это газом, а этот вариант будет только усиливаться, это направление, то, что дало цивилизация, не имеет решения, кроме как вывести на второй уровень. И здесь очень важно, друзья, понимать, что вы слышали, наверное, от Виктора Бабурина уже несколько раз после выставки в Берлине, после выставки в России о том, что весь сегодня научный, транспортный, инновационный мир обсуждает концепцию безопасности и перемещения 4.0. Значит, чтобы вы понимали, что такое концепция 4.0, то есть 3.0 это сегодняшние автомобили с подушками безопасности, с системой тормозов, с системой, так сказать, антипробуксовки, это то, что сегодня уже есть в автомобиле. Сегодня наука поставила задачу и решает активно это сделать систему безопасности путем внедрения как можно больше электроники машины, датчиков, средств связи, GPS-ов, ну, космической связи и так далее. Для того, чтобы машина, которая едет, она знала обстановку, знала трафик, знала на расстояние до впереди идущей машины, сзади идущей машины, могла связаться с службами спасения, там, со светофорами, если кто-то неожиданно появляется на дороге, чтобы можно было соответственно резко затормозить. То есть, это вот концепция умной машины 4.0. Задача, которая это преследует, это безопасность, это экологичность, чтобы снизить потребление топлива. И третий вопрос, это еще попытаться сделать ее автоматизированной, то есть роботизированной. Но сегодня сама же наука отвечает, что роботы, которые находятся и перемещаются на одной поверхности с людьми, то есть, когда человек может внести, ну просто либо, просто вышел больной человек на дорогу, либо ребенок выбежал на работу, на дорогу, то какое решение будет принимать робот, это непредсказуемо. Необходимо развести среду обитания человека и перемещение роботов. Соответственно, Skyway это делает в автомате, потому что все перемещения у нас роботизированы, у нас все сегодня юнибайки, юнибусы, это транспортные андроиды. То есть, это сегодня уже умный, интеллектуальный робот, который выполняет транспортную задачу. Соответственно, выходя на второй уровень, наш юнибайк становится транспортным андроидом, и он в автомате решает проблему 4.0, он в автомате решает проблему безопасности, в автомате решает проблему экологичности, потому что я сказал, что мы вообще не потребляем никакого топлива. Но самое главное, друзья, что мы вводим новое понятие, это вот для этого бойца с джакузи, запиши себе, чтобы, так сказать, потом где-то это говорить и как-то это критиковать, что мы вводим новое понятие, абсолютно новое для транспортной отрасли, друзья, еще раз повторю, абсолютно новое для транспортной отрасли, это концепция мобильности 5.0. И если ее расшифровать, что такое 5.0? Это концепция мгновенного перемещения. И элементы этой концепции вы уже видели. Вы видели, как Адриан Камоц занимается атлетическим упражнением, крутит педали, вырабатывает электроэнергию, занимается фитнесом и на этой энергии едет, и это становится мобильный спортзал. То есть мы таким образом можем совместить два занятия одновременно, занятия спортом и перемещения, при этом экологичны, чисты, это никто другой, соответственно, ну ладно, тут я не буду читать этого бойца с джакузи, вот, соответственно, смотрите, а дальше, как мы уже говорили, что установка суперкомпьютеров, она становится, она делает возможным перемещение и одновременно работа в системе интернет, потому что высокая скорость передачи, очень высокое качество звука, которое можно сделать внутри и видеосигнала, который можно проецировать с помощью проекторов, создавая стереоизображение, она делает Юнибайк совсем другим устройством, чем просто спортивно-развлекательным соответственно средством. И таким образом мы говорим о том, что в системе транснет по дорогам Skyway, то, что сегодня делает инженерная школа Юницкого, у нас будет не только перемещение, а во время перемещения вы будете учиться, общаться, лечиться, заниматься спортом и еще очень многие вещи тут вот видите, нам как раз боец показывает, что будут и Юнибусы, в которых внутри будет сауна, если вы захотите, вы нажмете, к вам приедет сауна где-нибудь в горы, в Татры, там будут джакузи, там будут рестораны, еще много чего будет, то есть сегодня даже трудно предположить, как эта индустрия будет дальше развиваться, вот это все, друзья, как раз концепция 5.0, когда перемещаясь, вы еще будете выполнять много других повседневных задач, и не снимая, так интернет дал возможность не вставая со стула входить в среду информации и получать информацию, я это сейчас наблюдаю, друзья, вот у меня дети просто на айфонах установили себе эти программы Siri, и сейчас даже пытаются часть домашней работы в школе выполнять с помощью Siri, во всяком случае, арабские цифры в римский, она им переводит за 10 секунд быстрее, чем я успеваю открыть компьютер, соответственно, это тоже уже элементы искусственного интеллекта, интеллект, элементы общения с машиной, которая будет находиться внутри юнибайка, вот, и соответственно, все это сейчас активнейшим образом развивается, и завершая свое выступление, я уже говорил, что на рождественский вечер находились в таком интересном ресторане как раз с Юрой Снизки, это с нашим топ-экспертом, собралась очень большая компания, была Кузьмина, четырехкратная олимпийская чемпионка, ну и так вот, так полушутя, заговорили о сатурологии, заговорили о том, чем мы занимаемся, я ей там рассказывал, просто было интересно, вот, и потом, когда я ей показал ролик о том, что уже идут испытания юнибайка, она сказала, вот, фразу, на которую, которая мне просто сразу все перевернула, она говорит, так какая же это футурология, какое это будущее, если это уже существует, и вы это испытываете, это для кого-то, кто не знает это будущее, а для нас-то, друзья, это уже настоящее, более того, для нас это уже прошлое, это уже существует, а вот то, что будет создаваться, вот это, друзья, действительно футурология, я прям так обалдел, Я говорю, да, действительно, я все называю юнибайкой и то, что будет футурологией. А какая же это футурология, если педали уже крутятся, электроэнергия вырабатывается, суперкомпьютер туда уже мощнейший устанавливается, оптика волокнов, соответственно, в рельсах есть. Поэтому, друзья, единственное, что я нашелся сказать, что мы все-таки называем себя практикующими футурологами. Поэтому мы то, что говорим, реально уже реализуем. И, естественно, что все это основано только на инженерной школе Юницкого. Это на тех технических разработках, которые сегодня он уже реализует. А дальше сегодня, если говорить, ну, скажем, таким футурологическим языком, что подготавливая основу для шестого технологического уклада, куда входит Транснет, мы сразу уже закладываем основу для седьмого уклада. Потому что все, что мы будем потом работать с фарвакуумом, это уже закладка, отработка технологий, космических технологий. Который будет уже использоваться на орбите. Но это, друзья, следующий уже этап. На сегодняшний момент мы развиваем, строим струнные дороги. Skyway, который сегодня... Каждый элемент, где бы ни был не построен, он объединяется в сеть Транснет. И это как раз то, что сегодня активно развивается. И, друзья, активно делается. Ну, все, друзья. Поэтому строй Skyway и спасай планету. Передаю слово Алексею. А я сейчас как раз поехал. У меня еще две очень крупные встречи в Риге здесь с инвесторами. Действительно крупными инвесторами. И вечером выезжаю. Завтра буду в Минске. У нас завтра целый день работа тоже с партнерами, которые приезжают сегодня в Францию. Все, друзья. Давайте передаю слово Алексею. Алексей, как всегда, дает очень интересный взгляд свой на то, что происходит. Он тоже активно работал все эти праздники. Он расскажет, где и как. А я с вами прощаюсь, друзья. Вечером меня на вебинаре не будет, потому что я как раз буду на поезде, который поедет из Риги в Минск. Так что, друзья, все, всего доброго. Алексей, тебе слово. Благодарим, Сергей Анатольевич. Ну, действительно, я хотел бы остановиться теперь на конференции в Словакии. И на тех контактах, общениях, которые, я могу сказать, могут сыграть очень серьезную роль в 2017 году. То есть на уровне Индии, как сейчас мы уже говорим, как ни в чем не бывало. То есть, да, это произошло в декабре. Да, произошли завязки. Да, произошла презентация министру транспорта Индии. Принимал министр транспорта, что очень примечательно, в своем доме. То есть, представьте, не каждую технологию, не каждых делегатов министр транспорта может принять у себя дома. Но, что меня поразило, на конференции присутствовал один человек. Это знакомый, хороший, нашего активного лидера Франтишка Солары. И это генеральный секретарь палаты арабских стран, которая представлена в Словакии. Ну, и вы понимаете, что все палаты арабских стран с остальными палатами арабских стран в других странах абсолютно знакомы. И этот человек сказал замечательную вещь, что на форуме в Афинах, когда было представлено более 700 проектов, вот ваш проект оказался самым интересным и самым многозначительным. Даже обсуждение прервалось, и просто Франтишка отвели в сторону. Ну, и, собственно, там уже полтора дня, даже два дня продолжалось общение. То есть, это ужин, завтрак, обед и еще следующий день. И все это вылилось уже в конкретную проработку. То есть, этот человек приехал специально, чтобы пообщаться с Евгением Кудряшовым, с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, со мной и с остальными членами Совета правления. Приехал, внимание, на конференцию по краудинвестингу, внимательно послушал все далеко от не касающихся адресных проектов информацию, выслушал, и потом уже начались переговоры. То есть, переговоры шли по взаимодействию именно уже с арабскими странами. Я не буду говорить конкретику, так как это, естественно, закрытая инсайдная информация, но что-то подсказывает, что такой потенциал имеется, как сейчас зародился у Индии. И я хотел бы отметить то, дорогие друзья, что сейчас время настолько меняется не только в плане технологического уклада, но и в плане геополитики. То есть, это то, что сейчас можно отметить по форуму Давоса, например. То есть, если в ранние годы Россия была всем интересна и спрашивали, ху из мистер Путин, то есть, кто такой мистер Путин, то сейчас, к сожалению, дорогие друзья, это констатация факта не моего, не Сергея Анатольевича, это констатация факта политической и экономической общественности. Россию рассматривают плацдармом для создания производств в период затяжной рецессии, кризиса и, соответственно, пользования рабочей дешевой силой, как когда-то было в Китае, допустим. И сейчас США выводят свои производства из Китая, а как раз-таки в России у нас может начаться такая затяжная рецессия. И благо есть такие, действительно, бриллианты и провидцы современной политики, как господин Морозов, как вице-губернатор Гатаров Руслан Усманович. С Русланом Усмановичем могу сказать, что уже мы назначили предварительные даты, то есть, это будет либо конец февраля, либо начало марта, и, скорее всего, это будет совмещено уже с приездом губернатора Морозова. То есть, уже будет продемонстрирован Юнибус и Юнибайк уже в виде, я думаю, преднапряженных струн в том числе. Но то, что Юнибус точно поедет в конце февраля, начале марта, это, можем сказать, уже официальная такая информация. И если, вот как все мы ожидали, мы должны были дойти до той стадии, когда будем демонстрировать грузовое направление, чтобы возить, вот как Сергей Анатольевич говорил, литиевую воду для производства лития, это, соответственно, для создания литиевых аккумуляторов. Итог этой концепции мы пришли только вот полтора года назад. То сейчас вполне достаточно той инфраструктуры, которую мы сейчас создаем. То есть, это городской пассажирский транспорт. И я хотел бы остановиться на таких вот нюансах, как, допустим, мне пришло в голову. Но это понятие, в первую очередь, за счет вот супер дешевые, и не просто дешевые, а за счет создания энергии, за счет затрат всего лишь 20%, и 80% можно, соответственно, отдавать на другие нужды. Можно на энергетику линейных городов также будет отдавать. И это идет в логику того, что мы говорили, что проезд будет стоить ничего. То есть, так же, как сегодня, мы пользуемся Viber, WhatsApp и так далее, Skype, если нет дополнительных услуг. И это нормально, дорогие друзья. Но вдумаемся в понятие не только, сколько стоит километр. Допустим, вот сейчас, если спрашивать километр лифта в современном автомобиле, не нужен никому лифт без дома. И, соответственно, тут уже закладывается у нас цена всей инфраструктуры. Но такие понятия, как транспортно-логистические затраты, как затраты перевозок, с учетом того, что 80% энергии вырабатывается и 20% тратится на путевую структуру, они уйдут в небытие. То есть, это еще одна из констатаций фактов, что вообще, не то, что Skyway заполнит брешь мировой транспортной логистики, Skyway перекроет, перекроет, точнее, всю логистику, и такого понятия, вообще, как логистика, его не станет. Такого понятия, как когда-то не стало, вот, отправить сообщение по пейджеру и так далее, и затрат на логистику их просто не станет. Наоборот, будет доход. И все уже будет зарабатываться несколько другим образом. Не за счет того, что мы будем, допустим, брать какую-то скверплату, и я об этом хотел бы остановиться на Моглеве, допустим, который до Пуду найдет, то есть, это международный аэропорт китайский, и там стоимость первого класса стоит 22 доллара, а обычный проезд 11 долларов. И недавно Ричард Шарман читал его исследования, книжка очень интересная, «Прорывные экономики», то есть, это кто будет первым. Рекомендую всем, кто любит такую литературу. И он там описал ситуацию вообще, то, что в большинстве своих случаев этот поезд, эта прорывная технология Моглев оказывается просто пустой, и там перемещается просто как на аттракционе, чтобы, да, почувствовать комфорт, чтобы, да, почувствовать отсутствие вибраций. И, собственно, можно порекомендовать, ну, прокатитесь один раз на Моглеве, чтобы ощутить как минимум тот комфорт, который будет во всех транспортных средствах Skyway. Это, дорогие друзья, абсолютная констатация факта. Что касается нашего проезда, то он действительно будет стремиться к нулю. И на чем зарабатывает на сегодняшний день современная IT-инфраструктура? На чем зарабатывает Apple? На чем зарабатывает Google? Они не зарабатывают за то, что они берут с нас оплату трафика, который мы привлекаем. Да, они могут просить оплату трафика у мобильных операторов, то есть мы платим за трафик, который мы в роуминге, допустим, пользуем. Но в основном это бесплатно. И заработок происходит только за счет приложений. У нас таких транспортных, мобильных приложений будет масса. И это в себя вберет и Unibike, это вберет в себя и Unibus. И это будет как раз-таки тот дополнительный сейчас невидимый пласт капитализации компании Skyway, который никто не может сейчас рассчитать, который никто не может сейчас предположить. И посмотрите, как изменился IT-рынок за три года буквально. И вот эта капитализация в новые триллионы долларов именно в виде, казалось бы, бесполезных приложений. Казалось бы, кому нужно приложение Маскарад, то есть которого Facebook купил за несколько десятков, за 50 миллионов долларов, когда разработка стоила 50 тысяч долларов. Это те приложения, это те корпорации, которые сейчас показывают, соответственно, тот результат, который мы обязательно достигнем. И в чем действительно уникальность проекта и компании Skyway, это в том, что мы, опять же, не будем создавать каких-то новых путей. Это проторенная дорожка, это правильная стратегия, которую использовали многие корпорации. Например, если говорить про Генри Форда, то он был первым, который создал массовый народный автомобиль, который создал массовое потребление. Например, если говорить про компанию IBM, это первая компания, которая перешла от использования офисных компьютеров, громоздких, мощных, но никому не нужных, домашних компьютеров. И мы действительно, тот комфорт, который сейчас используется не для личного транспорта, взять тот же Маглев и так далее, другой инновационный подвижной состав, где действительно комфортно перемещаться, это будет доступно абсолютно каждому, дорогие друзья. И это говорит о том, что проект Skyway, краудинвестинговая система, инвестпроводящая система Skyway, будет развиваться. И если кто-то говорит, что чем мы будем заниматься после закрытия финансирования корневой, дорогие друзья, будет чем заниматься. И я могу сказать, что после закрытия финансирования корневой все только начнется в плане глобального построения уже какого-то, даже я бы сказал, элемента социального движения Skyway. Потому что тогда уже все будут видеть очевидную технологию, очевидные преимущества технологии, экологию, дружественность к экологии, высокие скорости перемещения. Тогда будут все видеть, насколько Skyway действительно меняет мир. И еще большее количество людей действительно прибавится к нам. Дорогие друзья, я также хотел бы отметить вот ту концепцию, которая сейчас затрагивается. Tesla Motors, вот, к сожалению, гениальнейший стартап, мощнейший, Кома AI, он ушел в небытие из-за того, что руководство, которое регулирует все транспортные, все законы транспортных путей сообщения, новых технологий в транспорте, ну, сказали руководителю, тот, который делал действительно автомобили Toyota беспилотными и создавал открытый код, если Tesla сейчас создает закрытый код, не получилось у него это. Но на самом деле, дорогие друзья, неспроста, потому что я переведу вам несколько статей, просто посмотрите, почитайте их на досуге, но крупнейшие корпорации, такие как Google, такие как Apple собирался двигаться в этом направлении и отказались, слава богу, от беспилотных автомобилей. Но чему сейчас обучает Google? Это не миллионные затраты, это многомиллиардные затраты, это сотни миллиардов долларов, и это все берется из мировой экономики, которая сейчас чувствует себя далеко не очень хорошо. Они работают над тем, чтобы беспилотник вел себя так же, как человек. Так зачем создавать поведение такое же человека у транспорта, который признан быть автономным? Нужно дать ему дорогу, нужно дать ему особый второй уровень, что и дает технология Skyway, и не нужно именно совершать такие огромные затраты, научно-исследовательские разработки, на то, чтобы робот-автомобиль разворачивался не как робот, а разворачивался как человек, для того, чтобы человек случайно в него не ехал. Вы понимаете парадокс этих исследований? Парадокс этих исследований заключается в том, что они тупиковые. И то, что мы говорим про фуры, я вам могу сказать, дорогие друзья, помимо фур, вот именно осознание приходит, когда ты чувствуешь эту страну, в Индии как-то не очень прочувствовал. Ну, кстати, было такое новогоднее поздравление с Индией, не помню, выкладывал на какие-то ресурсы, вот тогда еще в Skyway Инвестгрупп или нет, но что-то подсказывало, что в Индии проекты в 2016 году как минимум до конца пойдут. И что прочувствовалось действительно в Азии, дорогие друзья, вот по видео так не прочувствуешь, когда ты действительно едешь в этом транспорте, в этих поездах без окон и с дверей, когда люди высовываются, когда люди вынуждены просто даже в туалете находиться. И в туалете, кстати, самое интересное, самое большое количество пространства, почему-то так построены поезда, и это поезда, которые колониальная Англия еще подарила Шри-Ланке. Но что меня поразило и подкрепило меня мнение моих друзей, ребята Адриана, Кормоцы и Нина, после их поездки в Париж, они сказали, что проблему в транспорте составляют даже не автомобили. То есть с автомобилями там вопрос понятен, все бы перемещались в плотном, пускай более медленном потоке, чем, допустим, на автомагистралях, но более-менее. Но самая главная проблема то, что место, которое было бы не занято автомобилем, там занимается мотобайками, скутерами и так далее. И я немножко в статистике посмотрел, более 60 миллионов сейчас мотоциклов, например, вообще в России. С учетом того, что примерно 40 миллионов это обычные автомобили, грузовики это 5,7 миллионов, и автобусы приближаются к миллиону. Но как раз таки вот это жизненно необходимое, важное пространство, которое осталось на наших дорогах, их сейчас с успехом заполняют мотобайки. И я вам могу сказать, что прочувствовал в Азии, что не только фуры будут убраны на второй уровень в виде беспилотного управления, но и мотобайки, мототакси, они также будут убраны на второй уровень. И действительно, это говорит о том, что таких проблем, допустим, как в Азии, их не будет просто по определению. Потому что такие проблемы, как в Азии, например, это обилие, просто обилие мототакси. Кто в курсе, что такое тук-туки? То есть, может быть, кто-то был в Азии и знает не понаслышке, что это такое. Но основная проблема происходит в Азии именно из-за вот этих мототакси тук-туков. Там существуют целые программы для ограничения действия, огромные налоги на ввоз и так далее. И если тук-тук стоит, допустим, мототакси, которые в Индонезии, во Вьетнаме, в Таиланде, на Шри-Ланке и во многих странах Азии, на Филиппинах и так далее, сейчас распространены. И народ их покупает, потому что дешево. То есть, до 4 тысяч долларов стоит тук-тук. Но он умирает полностью, самого лучшего качества, даже если он через 4 года. И, соответственно, наш юнибайк будет стоить столько же, но будет предоставлять абсолютно другой комфорт. И можно сравнить, наверное, только обычный карандаш с ручкой планшета, со стилусом планшета, если сравнивать тук-тук и, например, наш юнибайк. И действительно, неспроста началось развитие в конце 2016 года именно с Азии, дорогие друзья. Потому что те пробки, которые провоцируют именно легкие подвижные составы, легкие мотоциклы и мототакси, это огромнейшая проблема, дорогие друзья. Именно поэтому, возможно, началось развитие проекта Skyway именно с государственной предварительной поддержки. И планируются уже многочисленные делегации также в Индию и в этом году уже по обсуждению конкретных проектов. И, дорогие друзья, это еще один наш не шаг, не шажок, а шаг и шагище уже к факту закрытия финансирования корневой технологии. Потому что эти страны, они просто нуждаются в Skyway. И, дорогие друзья, когда, вот вернемся к Словакии, конференции Словакии, когда действительно на квадратный метр количество экспертов зашкаливает различных MLM-лидеров, различных профессионалов, и на высочайшем уровне была подготовлена конференция, действительно. Но когда один человек, не относящийся абсолютно к MLM, к интернет-проектам, из высшей касты, так скажем, агентов, которые можно сравнить, я не знаю, кто читал книжку «Исповедь экономического убийцы» и так далее, то есть это вот такого уровня общения уже люди. И когда человек надевает футболку Skyway на неофициальном мероприятии, не просто потому что это нужно, а потому что ему захотелось, и когда он говорит, что 50 лет он не видел такой атмосферы мероприятий и такого единения ради идеи, которая будет изменять мировую экономику, это дорогого стоит, дорогие друзья. И что мы установили? Сейчас готовится приезд арабской делегации, там будет мощнейшая делегация, будут также у нас новые сподвижники на уровне компании Auricon, но, соответственно, уже те люди, которые развиваются в арабских странах, и уже после этого будут выстраиваться отношения и по созданию адресных проектов, и это будут далеко не десятки миллионов долларов, дорогие друзья. Я не могу раскрывать пособенности и конкретику этих проектов, но это будут уже миллиарды долларов. И если в конце 2016 года я говорил это с воодушевлением и с какой-то надеждой, то сейчас это конкретика, согласуются сроки и будут обсуждаться конкретные эти проекты. Но что очень важно, когда мы говорили, что более 50 раз были попытки установления контактов с арабскими странами, и этот человек сказал, что не было действия технологии в реальности, вы не могли ничего продемонстрировать. Сейчас можете, поэтому мы готовы к вам делегации целые отправлять, чтобы видеть ту технологию, которая среди 700 презентаций заинтересовала людей, которые рассматривали стратегию транспортного внедрения в арабских странах. И я спрашивал тоже про мнение Hyperloop, про высокие скорости, когда было сказано, что также и гиперскорости при достаточном финансировании мы можем обеспечить, то просто была сказана такая фраза, что на тех переговорах, которые будут уже после Экотехнопарка, просто скажите об этом. И эта стратегия будет услышана, этот человек нас пролоббирует, причем это тот человек, который лоббировать будет на уровне идеи, так же, как начинал Ротхук и так далее, несмотря на то, что это услуги, которых стоят огромных денег. Но я не говорю уже про те нюансы, то, что в Праге планируется выставка инноваций, руководители выставки, которые нам на смешных условиях предлагают условия размещения стенда, естественно, и я думаю, что для всех уже привычным этот руководитель, инвестор проекта Skyway, и, собственно, очень много нас событий ожидает в этом году. Ну и подытожив, я хотел бы сказать два таких главных вывода, то есть, может быть, кому-то про мотобайки, мототакси, это покажется таким незначительным, но когда они будут выбраны, Азия вздохнет. Но самые главные выводы, и тут процитирую Сергея Анатольевича, в Европе вот он это сказал, то, что если тысячи лет назад с помощью энергии ветра перемещался человек, и потом ему необходимо было создавать двигатели внутреннего сгорания, электротягу и так далее, чтобы перемещаться с помощью этой энергии, то сейчас Skyway возвращается к тому, что снова человек будет не просто перемещаться за счет альтернативных источников энергии, за счет энергии ветра и солнца, но и подпитывать целые города, целые подвижные составы, более того, будет возможность передачи энергии. И подытоживая, уже также мы в вебинары будем щепоточку такую идеологию вкладывать, не без этого, когда у нас будет автоматизирована полностью система работы Skyway Capital, тут уже будет двигать идеология, что замечательный пример имела Южная Корея. Южная Корея имела такой пример, что в 2000-х годах, попав в экономический глобальный кризис, как и многие страны, она была вынуждена попросить огромный займ, огромный долг у США. И что сделали жители Южной Кореи? Кто сколько может? Это действительно такой вот мировой факт, который мне был неизвестен, кто сколько может, кто там драгоценности продал, кто ничего не продавал, кто просто рассказывал о том, что это нужно делать, но помогали, кто как может по своим способностям, возможностям, для того, чтобы выплатить долг. Ну а потом пришли глобальные корпорации Samsung и Hyundai, которые сейчас мировую известность приобрели, когда-то казались смешными иностранным конкурентам. И весь долг был выплачен. Я хотел бы этот пример привести в виде того, что мы с вами, народ, начали народное финансирование, и сейчас уже только приходят крупные корпорации, целые страны, целые миры, так скажем, целые касты, если говорить об арабах. И мы эту стадию, когда вот Южная Корея начали, мы ее прошли. Поэтому в 2017 году я лично ожидаю приток крупнейшей инвестиции, рост крупнейший за все три года развития проекта Skyway. И это будет действительно не просто прорыв, это будет начало реализации конкретных адресных проектов. И мы с вами, дорогие друзья, решаем ни много ни мало, но также вот после Давоса было сказано, ознакомьтесь также со статьей, я не буду не цитировать ничего эту статью, но посмотрите, что Всемирный форум имеет в виде мировых рисков. Не только глобальное потепление, не только терроризм, не только транспортные проблемы и так далее, но и огромная разница в доходах, неравенство. И 8% населения земного шара сегодня владеет огромной частью мировой экономики. И многие страны, они действительно, у них доход на душу населения менее 1000 долларов в год. Огромное количество стран. Поэтому эти страны на сегодняшний день являются жертвами, мошенничеств, пирамидальных схем и так далее, тот же МММ и так далее. Они стали развиваться в Африке. И после того, как народ поймет, что не понзи схемы, не пирамиды, являются путем к благосостоянию, и к сокращению вот этого неравенства, они придут в краудинвестинг. 2017 год – это не только год создания и реализации адресных проектов SkyWay, но это и год такого массового шагания по планете краудинвестинга SkyWay. Строй SkyWay, спасай планету. Дай дорогу в мир Транснету. Благодарю, друзья. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok И сегодня мы с вами в первом репортаже в этом году из Центра испытаний и сертификаций. Сегодня в Экотехнопарке непосредственно стройкой руководит Анатолий Эдуардович Юницкий. Он все время был занят. Мы дождались обеденного перерыва для того, чтобы наш генеральный конструктор смог уделить нам несколько минут своего драгоценного времени. Анатолий Эдуардович, во-первых, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с Рождеством. Хотелось бы пожелать всяческих успехов и вам, и нашему проекту, естественно, всем нашим многочисленным партнерам в этом году. Хотелось бы, чтобы вы рассказали и показали, что же сделано за то время, которое мы, можно так сказать, отсутствовали в эфире, и прокомментировали, что же здесь происходит сегодня. Спасибо за поздравление. Я взаимно всех поздравляю и вас, и с пришедшими праздниками. Спасибо. И с тем, что мы сделали достаточно много за это время. То есть мы не сидели сложа руки, хотя были и новогодние праздники. Мы сейчас стоим в начале тестового участка перед нашим пересадочным узлом, это анкерная опора первая, и видим заготовки ферм, которые потом монтируются. Эти заготовки были изготовлены на заводе, в цеху, по 12,5 метров. Здесь они соединяются, уже 25-метровые отрезки, которые потом переводятся к месту монтажу. Соединяются тоже достаточно точно в специальном кондукторе. Здесь точность идет о миллиметрах на пролете 50 метров. Соединяется уже 50-метровый пролет, который потом ставится на опоры. Самое сложное было это не смонтировать, а изготовить в цеху. Поэтому основная работа по изготовлению рельсо-струнной эстакады, она не здесь происходит, а в цехе. Потому что изготовить с высокой точностью ферму, чтобы сварка не повела. Да, причем ферма достаточно высокая, причем это заводских элементов проката, которые не всегда идеальны. Они имеют разный размер, они закручены и так далее. И вот из этого материала изготовить идеально точную ферму, это очень непростая задача. Но мы знаем, как это сделать, разработали специальные технологии, в том числе сварки. При этом ферма это особенно, это видно по конструкции, что, видите там вставочки другого цвета, это электроизоляторы. На самом деле эта ферма, она будет под током, это будет, на самом деле это косъем здесь. И плюс-минус лево-право ферма, они имеют разных потенциалов. Поэтому они электроизолированы друг от друга, электроизолированы от опор, электроизолированы от анкетной опоры. А вы не боитесь раскрывать такие технические подробности? Ну, вы знаете, я-то еще описывал в своей монографии, написанной 30 лет назад об этом варианте. Это был один из моих первых вариантов конструкции, и он оказался самым таким рабочим. И мы, в конце концов, в четвертом поколении пришли к этому же варианту, потому что делать новый контактный рельс или контактный провод, это очень сложно и дорого. Зачем, если у нас есть рельсы, которые можно изолировать друг от друга от земли и по ним подавать электрическую энергию? Тогда это получается более эффективно, более экономично и более правильно. И мы этот как раз вариант реализуем. Спасибо большое. Давайте, может быть, пройдем, покажем, действительно, сколько сделали. На мой, скажем так, непросвещенный взгляд, примерно треть уже разгонного участка городской трассы смонтирована. И, ну, еще какой-то достаточно неплохой кусочек готовится к монтажу. Да, здесь еще один пролет к монтажу, там в цехах еще есть несколько пролетов, ну, заготовок для нескольких пролетов. Поэтому монтаж будет продолжаться, и к концу зимы мы закончим трассу до конца. А скажите, какие дальнейшие планы по развитию проекта? На какой стадии находится проектирование 16-километрового участка, который именно превратит разгонный в высокоскоростной? Ну, проектирование никогда не прекращалось, но и будет никогда не прекращаться. Поэтому, естественно, мы 16-километровый участок проектируем, уже все конспектальные решения есть. А насчет разрешительной документации? Мы сейчас готовим уже рабочую документацию, но на площадку мы не можем выйти, потому что нам ходят за пределы участка. И для того, чтобы отвезти землю, нужен указ президента Республики Беларусь. Поэтому сейчас материалы прошли экспертизу в областолкоме в Минском, и скоро они будут поданы в администрацию президента Республики Беларусь для подготовки указа на землеотвод. Все согласования с местной властью и с различными службами, в том числе с экологами, они уже сделаны. Все одобрили, и сейчас мы ждем уже указа. Спасибо большое. Говоря о высокоскоростной трассе и о сроках, хотелось бы узнать, в принципе, о планах на этот год и когда, какая трасса планируется к вводу. Понятно, что человек предполагает, а Господь Бог располагает, тем не менее, поделитесь своими планами. Ну, легкая трасса уже готова, мы ее гоняем. А высокая часть интересуются наши партнеры? Поэтому уже что-то мы показываем. Правда, она еще не до конца доделана, мы ее доделываем. Идут определенные этапы испытаний, это этапы сертификации. Сертификация отдельная, у меня будет вопрос. Хорошо. Тогда мы этот вопрос не будем затрагивать пока. А что касается городского участка, который является разгонным участком, участком высокоскоростной трассы, вот мы идем рядом с ним, да? То мы закончим, как и говорил, строительство фермы к весне. Потом мы, сейчас мы не можем поставить юнибус, потому что он готов. Но дело в том, что эта конструкция еще разрезная. Мы не можем всю эту длину сделать неразрезной сейчас, потому что оно не заанкерно в анкерные опоры по концам. Понятно. И поэтому будут большие перемещения температурных концов, и просто будут разрушены опоры. Поэтому здесь через три пролета конструкция разрезная. И там получается зазор, который плавает. И юнибус просто не может через него проехать сейчас. Хотя мы можем поставить и, допустим, на трех пролетах погонять. Ну что это, 150 метров там показывать, не смысл. Ну вроде бы собирались вы это делать. Я собирался, но стоит ли сейчас это делать, а не на всем участке. Чтобы показать, что оно поедет, так юнибус поедет. Я думаю, уже ни у кого нет сомнений в том, что все поедет. А вот чтобы получить скорость нужную, характеристики нужную, в том числе, там определить шумы, разгон, торможение, до скорости 100 км. Нужен весь участок. Мы его подготовим к весне. И тогда, я думаю, надо уже вставить юнибальки, сделать юнибус и делать полноценные испытания. Что касается высокой части, легкой, когда там планируется, что? Ну, путевая структура готова. Канаты высокопрочные, арматурные, они закуплены. То есть все исходные материалы для монтажа есть. Но в мороз, там у нас есть заполнение специально, нет, там специальный композит. Его не рекомендуют заполнять, потому что он должен затеревать на морозе. Поэтому есть смысл подождать уже теплого времени, ну, начало весны. И достаточно быстро смонтировать высокую часть. И за это время подготовить развороты. Там же у нас с одной и с другой стороны разворот. И чтобы потом сделать уже полноценную трассу, кольцевую, где мы пройдем по низкой части, на высоте там 3 метра над землей, ну, вообще на высоте метр над землей. А там пройдем на высоте до 15 метров, пролетами 200 метров, 400 метров и 200 метров. При этом трасса легкая. Мы потом, когда ее натянем канаты и забетонируем, это тоже где-то, наверное, в феврале мы это сделаем, мы хотим потом ее усилить уже внешними струнами, для того, чтобы уже можно было пустить и более тяжелую технику по ней, в том числе юнивус. То есть мы с легкостью можем потом показать, что мы можем ее превратить уже в полноценную городскую трассу, по которой могут ходить 3-местные 3,5 тонны, 14-местные юнивусы. Это я сроки обозначу дальше. Что касается вот этой трассы. Мы, юнивус готов для того, чтобы показывать. Он монорельсовый, то есть он будет по одной ферме ехать. Сейчас мы уже спроектировали и закладываем изготовление берельсового подвесного юнивуса, который будет ехать по двум уже фермам. Подвесные, да? И он будет с 28-местной. При этом эти кабинки могут составляться в поезда. И поэтому мы покажем не просто отдельный юнивус, а небольшой поезд из двух кабинок. То есть вместимостью уже 56 человек. Можно наращивать, там и 100 человек, если надо, и 200, и хоть тысячи. Потому что путь. Ферма большие нагрузки держит, и можно вообще поезд длиной там сотни метров. А танкерные и танкерные опоры? Да, если в этом есть необходимость, то что многие говорят, а почему не тысячи местные? Да если надо, то тысячи местные, ну это не оптимально. Потом мы еще уже тоже спроектировали, и поскольку у нас уже есть собственное производство в Шабанах, то мы тоже заложили изготовление еще одного типа подвижного состава, когда в шестиместной кабинке все места сидячие. Шесть мест сидячих, и мы тоже можем с этих кабинок делать составной юнивус в виде поезда. Поэтому мы планируем сделать из трех кабинок поезд. И эти машины мы планируем изготовить где-то к июню этого года и на этой трассе показать. Поэтому мы хотим провести экофестиваль не в мае, как многие говорят, я сейчас могу уже объявить другую дату, мы проведем в начале июня. Для того, чтобы это все показать, быстрее мы просто сделать не сможем. А просто собрать людей, чтобы повеселиться, ну я думаю, это не совсем правда. Так надо показать уже действующее, причем целую линейку подвижного состава на трассе, которая будет готова к тому времени. Спасибо большое. Ну я думаю, что мы можем поговорить о грузовой трассе, когда подойдем к ней. Все-таки там тоже интересные появились элементы. А теперь вот вы коснулись сами элементов, точнее вопроса сертификации. Не подскажете, как обстоит дело с этим, на какой стадии работы мы находимся? И все ожидают к весне. Справимся ли мы или нет? Да, ну весна понятие растяжимое. Это может быть март, там апрель, но может даже там и в конце февраля. Это плавающая дата, потому что это достаточно сложная работа. Да, но то, что мы как фестиваль это сделаем, однозначно. То есть у нас уже будет подвергнуть состав сертифицированный. Эта работа ведется, она плановая, подключены ряд организаций, которые занимаются сертификацией, белорусские и российские. Из Москвы приезжают? Да, это институт электротранспорта, входящий в структуру Минтранса Российской Федерации. Это единственная организация, которая сертифицирует электрический городской подвергной состав, трамваи, троллейбусы. Поэтому они берутся за сертификацию, они сейчас являются нашими помощниками. Мы вместе эту работу сейчас делаем, она идет по графику. Спасибо большое. Ну вот мы дошли, наверное, до конца участка, который уже смонтирован. Фермы, я думаю, всем прекрасно видно. Да, где-то треть, наверное. Уже готово? Треть. 300 метров, а здесь 950. Ну и там одна ферма еще готовится, потом уже больше трети будет. Я предлагаю сейчас пройти к нашей грузовой линии, посмотреть и послушать ваши комментарии, что происходит там. Пока же хотелось бы узнать, опять же, я транслирую вопросы наших партнеров. Кстати, уже люди возвращаются с обеденного перерыва, так что скоро надо вас освобождать для другой, более важной деятельности. Да, вот, агрегат запустили. Запустили, да, уже стало шумнее. Ничего, мы будем говорить громче. Значит, интересуют вот такие вопросы. С какими странами, вот из тех, как я понимаю, делегаций, представители которых побывали уже в экотехнопарке, это Турция, Австралия, Филиппины, Израиль, Канада, многие другие. Ближе всего мы подошли к осуществлению адресных проектов. И все-таки где же в первую очередь следует ожидать появления реального адресного проекта Skyway? Эта работа ведется параллельно во многих странах и разная степень готовности к адресным проектам. Но так складываются обстоятельства, что, скорее всего, вероятнее всего, первой страной будет Индия. Как ни странно это звучит. Да, все ожидают Австралию. Нет, не Австралия. Австралия одна особая страна. Там серьезные сложности вхождения на тот рынок. Она очень зарегулирована страна. Поэтому очень длительные, сложные согласования, в том числе экологические, в том числе... Секундочку, Никита, осторожно, сзади кран идет. Да, кран сейчас будут монтировать. Так, давайте освободим. Не успели мы до конца обеденного перерыва. Ну ладно. Все нормально. Это естественные условия. У Никиты нет машинного зрения на затылке, к сожалению. И тепловизора. И тепловизор. Так. Значит, почему Индия? Там как раз... Там тепловизор и не нужен, наверное. Там и так тепло. Нет, в Австралии тоже тепло. Там другая причина. Там в Австралии где-то порядка 27 миллионов человек живет. А в Индии миллиард 300. Не столько проблем. И в том числе транспортных проблем, да? То есть там потенциал для нашего роста перспектива рынка. И у них подход, им нужно решать задачи. А не вот согласование, регуляторы и прочее. То есть в Австралии мы тоже, естественно, реализуем все это, да? Ну да. Компания создана, работает правильно. Да. В Индии эти вопросы решаются быстрее. У нас сейчас договоренность есть о создании в Индии даже не одной, а нескольких компаний с разными группами индийских бизнесменов, которые будут финансировать проекты. И уже на рассмотрении сейчас в Индии около десятка проектов. Причем на серьезной стадии некоторые проекты были согласованы с Министом транспорта Индии, с правительствами штатов различных индийских. Есть проекты, которые, ну, окупаемость их где-то полтора года. Потому что весь на один день будут звать какие, чтобы не сглазить там города. Это так называемые умные города, да, 21-х? Об этом мы говорим? Нет, в том числе есть и такие проекты. Ну, есть вот, допустим, два города, где сегодня трафик 750 тысяч легковых автомобилей в день. Можете представить? С трудом. Это даже если там в среднем по полтора человека сидит, ну, где-то среднестатистическая такая цифра, да, то это миллион в сутки. Поэтому там потребность есть. Очень это актуально. Да, и когда по своему дорогу струну, то пусть туда пересядет 500 тысяч человек в день, и пусть там каждый купит билет за, там, ну, 4 доллара, ну, посчитайте, сколько получается доходная часть. Да. Так? То есть легко посчитать, что в год там это больше 100 миллионов долларов может быть доходная часть. Можно поздравить всех наших партнеров. Да. И нас вместе с ними. Да, и тогда, ну, это все быстро купится. В это есть смысл складывать деньги, инвестиции, да. И таких проектов в Индии несколько. Мы тоже скоро ждем делегацию индийскую сюда представить вот так, для того, чтобы уже обсудить детали этого сотрудничества и проектов. Потом у нас активно работает, ну, продолжается работа с объемными разными эмиратами, в частности, с Дубаем. Там тоже большой интерес. И после демонстрации в конце ноября этого года, прошлого года, юнибайков, естественно, интерес еще больше возрос. Сюда пройдем, да? Да, давайте. И тоже мы ждем очень представительную делегацию с эмиратов. И шейхи открыто говорят, что мы хотели бы, чтобы центр струнных технологий был в том числе и у нас. И готовы это зафинансировать. Поэтому, как возможны сценарии развития сотрудничества, это возможность строиться экотехнопарков или части экотехнопарка за рубежом в разных странах. В том числе мы с индийскими партнерами тоже с двумя группами договорились о том, что мы будем тестовые участки строить в Индии. Для того, чтобы показать преимущества нашей системы в тех природно-климатических условиях, которые там. Там другие температуры, другая влажность, другие требования к эргономике, другая культура, в конце концов. Поэтому надо делать так, как им, покупателю, заказчику нужно. То же самое мы можем делать и в Эмиратах. Видео, например, мы можем сделать для Азиатского региона, а в Эмиратах для Арабского региона, где своя специфика. Где нельзя, допустим, в одну вагончике мужчинами и женщинами ехать. Поэтому нужен либо поезд, где один вагон, допустим, для мужчин, другой для женщин. Либо отдельные юнибусы. Ну, я был... Надо это показывать. Я был в метро в Дубайском. Там вагон метро разделен на две части, как бы, полосой. И если ты зашел на женскую, тебя штрафуют. И штраф не маленький, что-то порядка 30 долларов, я помню. Ну, так вот, надо эти вещи тоже показывать. И, соответственно, проектировать, в том числе, подверженный состав уже с учетом этой специфики. Поэтому среди приоритетов, ну, кроме Австралии, это само собой остается. Мы это работаем в этом направлении. Вот появляется, значит, Индия. Появляются Эмираты. Хотя с Эмиратами я сотрудничаю уже больше 10 где-то. Да, почти 15 лет. Анатолий Иванович, говоря об Индии, опять же, все очень интересуются. Услышали в одном из перископических репортажей о том, что вас чуть ли не хотят сделать каким-то героем Индии. Пожалуйста, развейте все сомнения и домыслы по этому поводу. Был такой разговор. Я не буду называть, опять же, имена партнеров. Пока это преждевременно. И в одной из бесед, это серьезные бизнесмены индийские, семья, капитализация и компания где-то около 5 миллиардов долларов, сказал, это неожиданно было для меня, что он, оказывается, уже переговорил с главой правящей партии Индии о том, чтобы они взяли программу SkyWay на вооружение, как политическую программу, да, которая может изменить экономику Индии, поднять ее, да, которая поможет решить демографические проблемы Индии, так, потому что им нужно сотни тысяч километров дорог, струнных, и автор вообще сделать национальным, ну, автором SkyWay и национальным героем, да, был такой разговор. Ну, честно говоря, там было мне странно слышать, но тем не менее это прозвучало. Но я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, выражаю надежду, что прежде чем сделать вас национальным героем, он станет вашим стратегическим партнером, и все финансовые проблемы будут решены на пути к званию Героя Индии. Безусловно. И мы ведем везде политику, чтобы контрольный пакет был все-таки у нас. И в том числе в Индии мы будем создавать компании, где контрольный пакет все-таки будет у нас. А вот с арабами уже будет сложнее, потому что они наставят на том, чтобы 51% было у них. И это, ну, не совсем приемлемо для нас. Поэтому будут сложные переговоры, мы будем проводить. И не только с ними, мы проводим, наверное, с десятками стран уже подобные переговоры. Ну, пожелаем вам и нам, еще раз повторюсь, успеха на этом пути. Надеюсь, что, может быть, уже в 2017 году что-то конкретизируется, какой-то договор будет подписан. Кстати, вот мы пришли к грозовой трассе. Могу заверить, что таких договоров будут десятки. Уже в 2017 году? Конечно. Десят. Супер. Я владею информацией, я же веду эти переговоры. Я их организовываю, я знаю, что происходит. Просто нельзя преждевременно говорить об этом. Но это неправильно. Понятно. Надо говорить по результатам. Процесс идет, причем очень активный и продуктивный. Спасибо большое. Вот мы, кстати, подошли к грузовой трассе. Расскажите, пожалуйста, что это за монстр здесь стоит, такой металлический. Похожий на этот самый боевого слона инопланетян из «Звездных войн». И опять те же вопросы по срокам сдачи грузовой трассы. Этот монстр называется «Анкерная опора». Так, на самом деле, легкая, ажурная, очень изящная конструкция. Так, да, какая-то инопланетная вроде как, да. И здесь, между прочим, на рассчитанную нагрузку до 500 тонн концентрального. Чего-то 500 тонн – это… Это половина танкерной опоры на высокоскоростной, да? Да, так нет, ну это где-то 10 же дорожных вагонов веса. Представляете, вот подвесить и вот дать такую нагрузку. Почему? Потому что здесь вот участок прямолинейный, вот, несколько пролетов фермы. Две фермы, где будут показаны две транспортные системы. Грузовые, продуктовый провод, где будет непрерывно, ну, по типу промышленного конвейера, да, непрерывно будет подаваться груз сыпучий. Ну, щебень, уголь, там, гравий, песок. Золото, бриллианты? Да, много надо, потому что 200 миллионов тонн в год, ну, вообще было бы неплохо бриллиантами, а загрузить или золотом. Вообще, это мысль. Я, что подал ее. Да, да, да. Вы понимаете, как мы обогатим всех наших инвесторов, если по 200 миллионов тонн в год будем золото перевозить или бриллианты, да? Это мысль классная, да? То есть, это производительность двух трансимберских магистралей, чтобы понимать, что это такое, да? А снизу будет, то есть, это будут два в одном, юнитраки грузовые, которые будут уже одиночными модулями перевозить тоже, ну, до 100 миллионов тонн в год. Это, возможно, такой объем перевозок, хотя эти модули будут небольшой грузоподъемности, где-то от тонн до 5 тонн, больше нет смысла, так? И эта система тоже будет здесь показана. Дальше пойдут развороты, и вот погрузка на ходу, а там разгрузка на ходу. Уже вторая, наверное, я вижу, тоже установлена. Да, она тоже есть, да. За ней будет уже без струн, а разворотная часть, ну, эту трассу короткой сделать, нет смысла, где она делать. То есть, вот эта будет примененная часть, а там уже будут развороты, и есть погрузка, там разгрузка на ходу. И можем показывать, как она работает, эта система. И когда планируется все это завершить? Мы активно сейчас, зимой тут мокрые работы нельзя вести, кстати, тут все говорят, почему там как бы медленно строить и так далее. А многие не знают, что во время вот морозов было все закрыты бетонные узлы в Беларуси, потому что нельзя было выпускать бетон. Запрещено, потому что мороз. То есть, нельзя в эту температуру укладывать бетон. Но мы в это время производили фермы на заводе. Да, поэтому мы работали с металлоконструкциями. А бетонные работы, все-таки лучше делать в теплое время года, ну, хотя бы не минусовые, да. Это вот март. Поэтому вот эти мокрые работы, так называемые, с бетоном мы весной начнем, а металлоконструкции мы тоже уже с фермы изготавливаем, опоры изготавливаем, здесь остальные опоры будут. И начнем монтаж. И мы планируем эту часть сделать тоже, как и фестиваль, к лету, вот эту часть, да. И здесь будут уже бегать юнитрак в автоматическом режиме и будут показывать, как можно возить сыпучий груз. Спасибо большое, Анатолий Дуардович. Ну, и завершение нашего репортажа. Что-то, возможно, вам еще хотелось бы рассказать о планах, намеченных на текущий год. А я вдруг в этом не спросил. Ну, о планах лучше поменьше говорить. Да. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Потому что планы, вот как планы строительства коммунизма, вся страна строила, а потом развалилась, да. Эти планы, казалось, не реализуемы. Поэтому планы есть, мы идем в соответствии с этапами, 15 этапов, и я делаю максимальные усилия, вся наша компания, чтобы придерживаться этого графика. И вот основные планы. И мы, собственно, по ним и работаем. 15 этапов. Так. И уже половину водораздела уже перешли. Да, восьмой этап. Ну, это этап по организации работ, а не по финансированию. Дело в том, что по финансированию мы даже не преодолели 10% рубеж. Поэтому, а это, ну, можно о планах рассказать, как дом мы построим, допустим, да. Но если нет цемента, потому что не на что купить, а если нет кирпича, потому что не на что купить. И нечем платить зарплату рабочим, как и дом построишь. Хотя планы есть, да. А, допустим, планы по финансированию, это, извините, не мы выполняем. Не мы привлекаем инвестиции. Мы исполнители. Мы показываем технологию. Мы разработчики. А финансируют у нас другие фонды, да, которые должны выполнять эту функцию. Так вот, у нас серьезное недофинансирование, несмотря на это, вы видите, как много делом и делом. Поэтому и сделали, да. И поэтому приходится иногда на ходу менять планы. Потому что, если, образно говоря, нет цемента, значит, можно чем-то другим заменить, если на него денег нет. Или если нет денег на крепеж, значит, можно чем-то другим его заменить, да, если, образно говоря. Поэтому некоторые конструкции приходится менять. Делать более дешевые, допустим, варианты. Они немножко хуже, но это не влияет на качество технологии, на демонстрационную ее часть. Потому что для того, чтобы показать, что автомобиль работает, Форд делал что-то, телегу, по сути дела, которая проехала там 200 метров и сломалась, да. Но он показал, что автомобиль работает. Сейчас Форды-то другие, через сто лет, да, с лишним. Поэтому, естественно, мы должны, самое главное, показать реализуемость технологии, ее потребительские качества, ее преимущество перед другими технологиями, да. В том числе, там, по экономичности, по там, стоимости строительства, по эффективности, энергоэффективности имеется в виду, по экологичности и так далее. Мы это демонстрируем. И работаем исходя из того бюджета, который реально есть, а не который мы нафантазировали, понимаете. Тем не менее, я уверен, мы по графику все сделаем. Спасибо большое. Ну, мне кажется, мы уже много продемонстрировали техническую состоятельность, потому что и Минтранс российский, нас признал и Белорусская Академия Наук. И, кстати, некоторые региональные подразделения Российской Академии Наук уже нас признали, с нами сотрудничают и уже, скажем так, стоят в очереди за нашими технологиями. И экологический аспект, как раз я знаю, немножко забегая вперед, в эти дни с Академией Наук как раз-таки продолжается сотрудничество. Мерки на работе. По скажем так. Да. Ну и хотелось бы также, наверное, объяснить всем нашим партнерам, что, несмотря на недофинансирование работы ведутся на грузовой, легкой и городской трассах, но, к сожалению, основная стоимость потребуется для 15-ти, точнее 16-ти километрового участка, поэтому там, скажем так, без дополнительных усилий фондов к привлечению финансов мы не справимся. Там порядка 200 миллионов долларов нужно на 16 километров. Это же не только строительство, это работа от 200 конструкторов. Это офис, который надо тоже оплачивать сюда, да? Это изготовление подвижного состава, разработка автоматизмной системы управления, ее тоже изготовление. То есть там не просто мы дорогу строим, не просто юнибус, там транспортное средство, мы делаем комплекс. Поэтому на весь комплекс нужен. В том числе на значительную часть кадры берут на себя. Как же без людей можно это сделать? Вообще такие задачи решают коллективы десятки тысяч человек. А не 100-200 человек. Это вообще смешно, таким маленьким количеством людей такую работу делать. Вот я рассказывал другим, не верят, что это возможно. Как не верят вице-президент Сименса, что мы что-то не макетов, а промышленный образец, что такие сроки мы сделаем. Они не верят. Потому что в Сименсе работают 300 тысяч человек. Представляете, какие у них бюджеты и какой у нас бюджет. Расслаблено они работают. Поэтому я бы слово недофинансирование неправильно не употреблял бы. Ведь недофинансирование это посреди тем, что мы нарисовали в фланах. Поэтому мы работаем исходя с того, что есть. Вот есть какое финансирование? Вот мы и работаем. И оно идет так, как надо. Вот что Бог дал, вот с этим мы и работаем. И это тоже правильно и нормально. Поэтому по большому счету можно посмотреть по-другому. Все идет по графику, все по плану. И у нас финансирование 100%. Как надо. Спасибо большое за ваш столь исчерпывающий репортаж. Я даже скажу почти, что монолог. Я иногда задавал какие-то наводящие вопросы. С бриллиантами это хорошее. Спасибо вам большое. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvdfisystems.com И я впервые закончу наш репортаж не своей какой-то фразой, а цитатой из фильма «Москва слезам не верит». Не учите меня жить, помогите материально. Строй Skyway! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету! Спасай планету!